Уважаемые друзья, добрый день. Сегодня 21 июля 2012 года. Я снял этот видеоролик для того, чтобы опубликовать его вечером 20 декабря накануне так называемого апокалипсия, который по предсказаниям календаря мая должно состоится 21 декабря. То есть момент истины, который календарь мая предвещает конец мира естественного. Любое мироздание происходит с нами или без нас. И конечно любое начало и конец имеет место в природе или в космосе. Хотим мы того или не хотим. С нами или без нас. Хочу подметить, что никто и никогда, ни человек или какое-нибудь человеческое существо не может сказать, когда началась жизнь на земле. Также никто не может предсказать конец жизни на земле. Как сказать, если даже такие пророки, как Будда, Мухаммед, Иисус Христос, они даже не могут или их писание не можно трактовать как конец света. Потому что никто этого не может знать и нет на этого основания. Ни одна из религий не сможет предвещать этого, потому что все придумано людьми. Это потому что все происходит в человеческое сознание. А это, конечно, субъективно. Представьте себе, что нет сознания. Вообще нет сознания. То есть, следовательно, что? Ничего нет. Не так ли? Человеческий фактор это самый сильный инструмент, с помощью которого происходит манипуляция членов людей. И, конечно, это происходит с целью извлечения экономической выгоды. Может быть, не только экономической, психологической, социальной и так далее, покуда жизнь на земле существует. Сегодня 21 июля. Повторяю еще раз. Любой конец света, естественно, звучит интригующе. И не только. Человеческая психика вообще предрасположена к ожиданию таких ярких событий. Зачастую я, в само ожидании, куда важнее события. Что касается самого конца света, то смею в вас заверить, ожидать его вовсе не следует. Хотя бы потому, что еще никто не смог предвещать это. Или, если взять прогнозы, изученные мною за последние два месяца, то ничего не предвещается в этот день типа апокалипсиса. Я думаю, вы все знаете, откуда взялось это ожидание конца света. Будто его предсказали в мае своим календарем. И то, что у них календарь заканчивается именно на этой даче. Я изучил очень внимательно это состояние. Можно сказать, что это смешно. Конец календаря, конечно, вовсе не означает, что на следующий день не наступит день. А может, может, календарь майя просто не дописали. Разве недостаточно существует доказательство, что не будет конца света? Поживем и увидим. Увидим мои предсказания, увидим мои прогнозы. У вас первое декабря. После раскопки исследователей по культуре майя, нашли другие календарные системы, их ниже, которые просчитаны еще и дальше, и на многие сотни лет вперед. Почему-то об этом все молчат. Все ученые, все вот эти предвещенники тоже молчат. И снова не говорят об этом. Так что в данном случае майя на самом деле вовсе не обещали конец света. И нельзя ожидать этого. Конец календаря майя – это просто завершение большого цикла, так называемого бактуна. За всю историю майя завершился у них не только один бактун. И никакого света конца его вовсе не наступило. И время завершения этого цикла вовсе не было. Если исследовать сейсмическую активность Земли, то оно в норме. И на конец декабря этого года тоже прогнозируется сейсмическое спокойствие. То есть на Земле никаких новых извержений вулканов или запутствующих катастроф не планируется на этот конец года. Сниматических аномалий тоже не наблюдаются. Возможно, просто зима будет холодной в следующем году. Ну, это у меня так пришло в голову прямо сейчас, и поэтому он и сказал это. Если иметь в виду Солнце, если некоторые думают, что апокалипсис наступит из-за Солнца, или конец света – это конец Солнца, то оно может прекращать свое существование, то есть Солнце, только определенно через 5, 7, 8 миллиардов лет. Это не один год. Кстати, в соответствии с антициклическими периодами, к концу года вспышек на Солнце или каких-то массивных выбросов солнечного ветра не прогнозируется. Прогнозируется в конце февраля 2013 года, в начале марта. Даже выравнивание планет – это не повод предсказать, что будет апокалипсис. Выравнивание планет происходит часто, регулярно, и никакого конца света не происходило до сих пор. Астероиды и кометы, естественно, будут летать в штатном режиме. Ихнии траектории рассчитаны учеными задолго до их будущих движений. Так что никакого столкновения с Землей на 21 декабря 2012 года не ожидается. А до тех пор, я думаю, что люди будут наслаждаться жизнью. И так будете после 21 декабря 2012 года. Когда я буду опубликовать свой ролик, свой видеоролик, так и будет. Вот и вы увидите. Если когда-нибудь и наступит конец света, когда-нибудь, если не наступит, то в этом можно будет винить, конечно, только людей. Потому что люди или сознание людей не изучено до конца. Их поведение не изучено. И очень сложно предсказать, что происходит или что произойдет через 10, через 20 лет в сознании людей. Так что удачи всем. И живи ты спокойно. Улыбайтесь. И не ожидайте конца света. Его не будет. По крайней мере 21 декабря. Его не будет. Удачи всем еще раз. Извините. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.